Добрый день, уважаемая аудитория! Как вы видите уже по названию, мы разберем сегодня историю самураев с 12 до 19 века. Собственно, это те века, в которые самураи, собственно, и существовали как сословия. Но историю самураев можно назвать в целом историей Японии. То есть, когда мы говорим историю самураев, мы подразумеваем историю Японии. И не следует приписывать традиции самурайства исключительно прошлому, поскольку невозможно понять современность без истории прошлого. И ценности японского общества развивались в первую очередь в среде самураев. Более всех современных народов японцы связаны узами личной преданности и долга, которые можно назвать феодальными, если это применимо к современности. Культурные особенности страны, ее духовное начало и менталитет сформировались под значительным влиянием самураев. И надо сказать, что изначально Японии правил император. Здесь на этой картинке мы видим портрет 45-го императора Японии. Он правил в 7 веке новой эры. Я думаю, что многие знают, что император в Японии — это священный человек, это человек, которого буквально считают сыном богини Солнца. Но так было всегда и так продолжалось вплоть до 1945 года, когда он буквально отрекся от своих священных прав под давлением американцев. Но мы сейчас не об этом. То есть эта ситуация, когда император является священным лицом, когда он соединяет функции главы страны и главы религий, существовала в Японии на тот момент, когда главой общества стали самураи. И как это было? То есть с конца XII века самураи начинают вытеснять придворную японскую аристократию с ключевых позиций. Почему это происходило? Самураи — это вообще люди военные, мы знаем. Изначально само слово «самурай» происходит от слова «служить». И слово «самурай» обозначало не только военного человека, но также и личного слугу императора, и придворных принцев, князей и так далее. Так вот, как складывалась история этого сословия? Дело в том, что японцы долгое время боролись на границах своего государства с коренным населением, с айнами. Вот она карта. И японцы долгое время на северо-востоке своей страны, вот здесь вот мы видим туда, куда идет остров Хансю, вверх, боролись с айнами. То есть эти территории были территорией военной активности. Туда отправлялись военные служилые люди, которые искали счастье, искали земель, они боролись с айнами, получали территории и таким образом превращались в полновластных местных князей. Они на этих периферийных территориях усиливали свою власть и рассчитывали все на большее, и их аппетиты росли. Они вступали в борьбу друг с другом, не только с айнами, и в этой борьбе они закаляли свои военные качества. И пришло все к тому, что в конце XII века мы видим большую и кровопролитную междоусобную борьбу между двумя самурайскими кланами. Так, вот здесь вот, да, это самурай X века, это самурай того времени, когда главой страны еще был император. То есть мы видим тут раннего самурая, он, как мы видим, конный лучник, все это старая гравюра. Война, о которой я говорю, между двумя кланами, Минамото и Тайра, закончилась победом клана Минамото. Мы здесь видим главу этого клана, Минамото Юритома, и он взял на себя титул Сейтай-Сёгун. Почему он взял титул Сёгун? Как я уже говорила, император в Японии считается лицом священным. И Юритома не покусился на эту святыню, он оставил формальную власть за императором, император остался главой культа. И более того, все важнейшие эдикты, все законы подписывались императором. Но фактической главой был Сёгун. Так что же, что такое вообще титул Сёгун? Изначально этот титул ещё в X веке переводился как «Великий полководец, покоряющий варваров». Это был не титул, это было скорее звание, давалось оно на время военного похода. И после окончания этого похода титул упразднялся. Минамото сделали этот титул постоянным, и этот титул существовал с конца XII по конец XIX века. То есть почти семь столетий. И от названия Сёгун мы таким образом получаем название Сёгунат. Это название военного правительства Японии, которое существовало также семь столетий. Минамото переносит столицу в город Камакура. То есть он перенёс её из Киота. Самураи периода Камакура выглядели вот так. У них достаточно аскетичное доспехи, аскетичное вооружение, потому что это были самураи, которые ещё воевали. Это были самураи, которые ещё закалялись в борьбе с айнами и друг с другом. В это время они становятся главным и ведущим сословием общества. Только самураи могли занимать государственные должности. Самураям раздавали землю за их службу и за их преданность. В это время формируется идеология самурайства, идеология, основанная на чести, на служении своему клану, на преданности своему господину. Но важно знать, что в это время, XII-XIII век, самураи ещё не были теми самураями, которыми мы их знаем. Они очень часто сочетали функции крестьянина и воина. Очень многие, большинство мелких самураев получало за свою службу маленькие наделы, которые они сами обрабатывали. То есть таким образом выглядел ранний самурай. Кроме того, на период вот этого сюгуната, на период Камакура у нас приходится очень серьёзное испытание для Японии вообще и для самурайского сословия в частности. Это в конце XIII века нашествие Хубилая. Это была единственная попытка военной интервенции в Японию и она сыграла очень большую роль для японцев. Почему? Я сейчас вам расскажу. Если обратить внимание на даты, то мы увидим, что Хубилай вторгся в Японию через сто лет после того, как установил свою власть Минамото Юритона. И получается, что целое столетие Япония не знала войн. И самураи уже начали забывать свой военный опыт, хотя по привычке они, естественно, были воинами, они служили своему господину и они помнили свои славные победы своих предков. И что происходит? Первое вторжение Хубилая случилось в 1274 году. Тогда монголы высадились на территории Японии, они опрокинули передовые японские части и они сумели оттеснить японцев каким-то очень старым военным укреплением, которые уже 300 или 400 лет стояли на берегу. Японцы за ними спрятались и они не знали, что им делать. И что происходит в следующее время? Они молились, они молились своим богам и им ничего больше не оставалось, и их молитвы были услышаны. Обрушился на побережье очень сильный тайфун и буквально всех монголов смыло в море. Японцы были, конечно, очень обрадованы этому, но угроза монгольского нашествия оставалась и следующая кампания осуществилась в 1281 году, то есть через 7 лет. Тогда Хубилай собрал уже гораздо большее войско и его армада двигалась к японским островам, но и тут японцам очень сильно повезло. Когда они уже не знали, что им делать, на море сгустилась тьма, поднялся очень-очень сильный ветер и этот ветер разметал всю монгольскую армаду и разнес ее в щепки. И все, что оставалось делать японцам, это добить выброшенных на берег монголов. Этот ветер они назвали Камикадзе, что в переводе означает «божественный ветер», и японцы считали, что таким образом сама природа показала свою благосклонность к японским островам и к японской нации. И они были настолько поражены этим, что даже во Второй мировой войне мы знаем, что японские летчики брали себе это имя «Божественный ветер», «Камикадзе» и таранили своих противников, таранили насмерть. И, собственно, это событие стало причиной того, что японцы до сих пор считают свою нацию избранной. То есть одно из первых. Но вернемся к сегунату Камакура и к многострадальным самураям. Минамото Юритома правил, он правил жестко, он правил сильной рукой, но уже его сын был слабым правителем, и буквально четвертый сегун династии Минамото оказался слабым, и власть захватили регенты. Эти регенты не покусились на звание сегуна, они правили именно как регенты, но факт остается фактом, что первая династия сегунов оказалась очень слабой и быстро угасла. В 1324 году один из императоров решает поднять заговор, императоры этого звали Годайго, и начинается война, в которой самурайские кланы приняли разные стороны. В итоге за этого императора на его сторону вступает один из сильных вождей Осикаго-Токаудзи, и он свергает этого императора и основывает вторую династию сегунов, династию Осикаго. Династия эта ничем не примечательна, она нас не интересует, кроме того, что именно в период этой династии у нас начинается очень серьезное время междоусобиц, когда все местные самурайские князья начинают идти войной друг на друга. И эта война получает в истории название Сенгоку-Дзидай, это в переводе с японского означает «период воюющих провинций». Чем характеризовалось это время? В это время все местные князья объединяются друг против друга, эти военные союзы постоянно тасуются, бывшие союзники становятся врагами. И как это сказывается на самураях? Самураи в это время имеют очень шаткое положение, потому что их правитель в любой момент может быть свергнут его более удачливым соперником. Многие самураи разоряются, многие лишаются своих покровителей, теряют все, теряют свое имущество, и многие из них становятся разбойниками. В это время также мы знаем такой термин, как гэкокудзё, то есть низкие побеждают высоких. То есть в то время ранг, фамилия и богатство ничего не значили, поскольку в любой момент высокоранговый самурай мог быть низвергнут своими бывшими союзниками или даже теми, кто поднялся выше него из низов. То есть здесь на вот этой картинке мы видим, как самурай сброшен с коня, и его добивают осигару. Это пехотинцы. Поскольку это пехотинцы, мы можем сказать о том, что они более низкого ранга. Возможно, что это даже вооруженные крестьяне, что они не имеют самурайского ранга. Далее. Эта ситуация продолжается почти целое столетие. Почти столетие Японии, охваченной этими междоусобными войнами. И в это время мы наблюдаем очень серьёзное падение кодекса чести. То есть все те кодексы самурайской чести, о которых мы знаем из фильмов, из каких-нибудь мультиков, из массовой культуры, они, по сути, не имели никакого значения. Самурай предавали своих господ ради более высокой оплаты. Они переходили на сторону того, кого они считали более успешным. Кроме того, в это время они разбегаются в поисках лучшей доли от своих неудачливых хозяев, становятся деклассированными элементами. маргинальными элементами. Они очень серьёзно пополнили ряды разбойников на большой дороге. В общем и так далее. Это продолжалось быть очень долго, если бы не появление центростремительных тенденций в японском обществе. В это время, в конце 16 века, появляются три персоны, которые и объединили Японию. Это были Ода Набунага, Тойотоми Хиде Йоси и Токугава Ииясу. Я думаю, что вы слышали про каких-то этих людей из фильмов или из мультиков. Я слышала, что вроде бы даже аниме снимают про самураев. Так, что это были за люди? Первым из них был Ода Набунага. Это вот его портрет. Не очень симпатичный дядечка, но очень умный. Он за свою жизнь объединил примерно треть Японии. Он был сыном очень посредственного князька из провинции Аварии. У него была очень небольшая провинция, но он, благодаря хитрости, благодаря умению вести, плести интриги, он сумел подчинить себе целую треть страны. Его дело продолжил вот этот интересный человек. Его зовут Тойотоми Хиде Йоси. И он прекрасный пример того, как поднимались люди вот в период вот этих междоусобиц. Он был сыном крестьянина. Его отец был крестьянином, и он пошел пехотинцем в армию Ода Набунага и вскоре дослужился до одного из первых его полководцев. И этот человек полностью объединил Японию, кроме нескольких провинций, которые были под властью Токугава и Ясу. То есть вот такой стремительный взлет от сына крестьянина до властителя Японии. Еще он знаменит тем, что он разделил самураев и крестьян. Как я говорила, что долгое время, в предыдущие века, самураи часто совмещали и крестьянский труд. Тойотоми Хиде Йоси провел так называемую охоту за мечами. То есть он буквально насильно отбирал мечи у крестьян. Те люди, которые имели двойной статус, которые были и самураями, и вели крестьянское хозяйство, должны были выбрать. Остаются они в сословии самураев или переходят к возделыванию земли. И все собранные мечи Тойотоми Хиде Йоси приказал переплавить и отправить на гвозди для статуи Будды. Но он умер. И вот этот вот человек Тогугава Йоясу, который был его заклятым другом и противником, успешно выждал этой смерти и в итоге разгромил своих оставшихся не очень сильных противников и окончательно объединил Японию. И он создает третий сюгунат, сюгунат Тогугава, который просуществовал три столетия и который мы все лучше всего знаем, потому что про него снято больше всего в фильмах, про него больше всего известно в массовой культуре. Этот сюгунат просуществовал с начала 17 века и почти до конца 19, до 1868 года. Что происходит в это время? Тогугава полностью заморозили всю общественную структуру. Они создали такую систему, при которой все сословия были замкнуты и переход из одного сословия в другой был невозможен. И таким образом те, кто был самураями, они могли быть только самураями и могли заниматься только военным делом. Но поскольку войны закончились, время настало мирное, самураи заняли в административной деятельности. То есть административные должности могли занимать только самураи. И поскольку у нас общество застывает в том положении, который присвоил ему Тогугава, начинается разложение самого этого общества вообще и самурайского сословия в частности. Как это выглядело? В условиях длительного мира самураи не могли сохранить боеспособность. Это абсолютно логично, потому что воевать было не с кем. Они выполняли какие-то часто очень рядовые функции. И как пишет один из моих любимых писателей, освещающих эту тему, часто самурай, который шел с важным видом по Эда, выполнял какие-то мелкие поручения, вроде наблюдения за ремонтом стен замка. То есть ничего особенного они не делали. И буквально через 30 лет после установления мира оказалось, что многие гвардейцы замковой гвардии не умели даже плавать, не говоря уже о том, чтобы обращаться с мечом. То есть положение самураев стремительно менялось. А кроме того, в это время начинает развитие товарно-денежных отношений, начинается зарождение капитализма, возникает в раннем состоянии промышленность, развиваются торгово-ростовщические операции. И это приводит к тому, что растут цены и обесценивается жалование, которое выплачивалось самураем. Об этом стоит сказать подробнее, потому что самураи, в отличие от европейского дворянства, не получали за свою службу землю. Они получали рисовый паёк. И понятно, что их благосостояние зависело от того, сколько стоит этот рис на рынке. И поскольку у нас происходит развитие товарно-денежных отношений и инфляция, у нас их жалование обесценивается. Кроме того, если раньше было возможно продвижение по службе, то теперь этот социальный лифт оказывается недоступен, поскольку самураев много, должностей мало. Те должности, которые заняты, уже, к сожалению, никак не занять. И с начала XVIII века у нас наблюдается уже очень серьёзное разложение самурайского сословия. Некоторые самураи настолько обнищали к этому времени, что они закладывали клинки своих мечей или вовсе продавали их и на несение службы одалживали мечи у своих товарищей. Некоторые самураи занимались вырубкой кустов в своих садах, чтобы на освободившихся землях садить ягодные плодовые деревья и продавать их потом их плоды на рынке. Многие самураи открывали ремесленные мастерские, они изготавливали какие-то изделия и продавали их. Об этом тоже нужно сказать. Для самурая торговля является постыдным занятием. В это время в обществе имеется четыре сословия. Самое высшее из них — самураи, поскольку они военные. Вторым идут крестьяне, потому что они кормят все общество. Третьим являются ремесленники. И четвёртым являются торговцы. То есть торговцы находятся в самом низу общества. Это считалось низшим постыдным занятием. И было очень чудовищным мавитоном, что этим занимались самураи. Но, тем не менее, им приходилось это делать. Кроме того, многие самураи отправляли своих дочерей в услужение в богатые дома. Многие самураи торговали своим рангом. Как это выглядело? Они женились на дочерях купцов и таким образом давали свой статус этой новой своей семье. Ещё одним свидетельством упадка самурайского сословия является то, что в это время меняется стиль доспехов. Если мы посмотрим, вот это самурайский доспех периода Междоусобиц. Это доспех, в общем, достаточно аскетичный, простой. И он за столетия Междоусобных войн был усовершенствован настолько, что практически не пропускал ни копьё, ни стрелу. А вот так выглядит самураи периода Токугава. То есть это богато украшенные доспехи. На них очень много различных украшений, которые совершенно не прибавляют им пользы в бою, но зато выглядят очень хорошо и красиво. То есть таким образом выглядели вот эти доспехи. И, кроме этого, возрождаются старые стили доспехов, что, в общем, тоже ничего к боеспособности их не добавляет. В 18-м и особенно в 18-м веке также наблюдается появление большого количества ронинов. Ронины, если вы знаете, это самураи, которые потеряли своего покровителя. Почему они появлялись? Потому что разорялись их покровители, некоторые попадали в немилость к сёгуну. И вот эти разорившиеся самураи не могли найти своего места в окружающем, меняющемся мире. Потому что они умели только воевать, работать они не хотели, торговать они тоже не хотели и не могли, потому что это всё было делом для них постыдным. И они тоже пополняли ряды маргинальных элементов. И таким образом мы видим, что падает самурайская культура, падает их нравственность. То есть из воинов они превращаются, в общем, в достаточно потерянных элементов, потерянные элементы общества. И не приносят им никакую пользу, и только создают в этом обществе серьёзную напряжённость. О моральном духе, естественно, не может идти никакой речи. Есть один такой замечательный факт, что в XIX веке самураями были примерно 70% владельцев публичных домов в столице. То есть можете себе представить, да, вот он, моральный дух благородных воинов, как он выглядел. И, подводя итог, я хочу сказать, что причинами разложения сословия было всё то, что было заложено уже с возникновения Сигуната-Дакугава. То есть замкнутые границы сословий не давали возможности какой-то альтернативной деятельности. То есть самураи имели право только воевать или управлять. Другого им было не дано. Идёт речь о том, чтобы отменить сословную структуру. Мы наблюдаем трагедию целого сословия, которое оказалось не у дел. В 1868 году сословная структура в Японии была отменена. Самураям была выплачена компенсация. Учитывая цены на риск, компенсация была весьма небольшая. И большинство этих людей закончили свою жизнь весьма печально. Но это уже тема для другой истории. Спасибо. У меня всё. Спасибо.